Всем привет! Меня зовут Настя и обычно на этом канале я делаю литературные разборы классических произведений. Так что если эта тема актуальна и полезна, то обязательно посмотрите другие видео на канале. Но сегодня я вношу изменения небольшие в свой канал и решила сделать распаковку книг, которые мне пришли. И обзоры на которые, конечно же, будут на моём канале. В предыдущих видео, которые связаны с планированием моей учёбы, я говорила о том, что учусь на филфаке. И поэтому у нас объёмный список литературы, которые мы должны прочитать. Заказывала книги я именно по этому списку. Здесь у меня три книги. Стоит сказать, что на этот семестр нам нужно было прочитать Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Пушкина я читала в основном в электронном виде, Лермонтова я покупала книги в книжном развале, то есть у меня две книги вышли по 50 рублей, а Гоголя мне почему-то захотелось иметь в красивом виде новые книги, может быть, какая-то такая атмосфера, чтобы и такие книги у меня тоже на полочке были. И я их не распаковывала, как видите, и хочу это сделать вместе с вами. Так, первая готова. Распаковала посылку, которая пришла позже. Она из двух книг состоит. Это избранные произведения Николая Васильевича Гоголя. Они в двух разных цветах, в сочетающихся оттенках, такие пыльные, красивые. Сейчас порочку сниму и покажу. Мне, кстати, очень понравилось вот такое, не знаю, как правильно сказать, авангардное, что ли. Я не разбираюсь в искусстве, поэтому, если что, поправьте в комментариях. То есть, портреты. То есть, они вот такие интересные, нечеткие, выгравированы чисто черным цветом. Вот, эта книжечка вообще под цветом не подходит, для свитера сегодняшнего. А, это к цветочкам, в принципе. Так что, такие минималистичные, очень красивые, плотные книги. Так, что хочу сказать. В принципе, книга сама хорошая. У нее достаточно плотные листы. Вот, и белая бумага. Ничего не съехало. Все хорошо пропечатано. В принципе, мне нравится. Я удовольствована этой книгой. Итак, что у нас здесь? У нас здесь «Вечера на куторе Близди Каньки». Потом у нас здесь цикл «Мир-город» и из цикла «Петербургские повести». Во второй книге у нас здесь «Ревизор», «Мертвые души» и очень много разной критики. Хорошо. Я не помню, почему я заказала вторую книгу. Наверное, потому что не все произведения были в «Избранном», и поэтому пришлось заказывать еще одну. Я уже увидела, что очень мало «Вечеров на куторе Близди Каньки». Нет каких-то маленьких произведений. Здесь больше идет уклон на другое. Здесь уже такая книга. Она тоже классная, но мне вот не нравится. Ну, вот кто лепит вот эту вот фигню прямо на книгу. То есть надо будет ее попробовать, конечно, отодрать так, чтобы она не липла. Ну, ладно. Хорошо, я быстро с этим справилась. Но все равно мне очень не нравится, когда штрих-коды магазинов лепят прямо на обложку, еще и со стороны такой. Такое себе. Тоже книга хорошая. И по качеству все. Ага, вот я уже открыла. Хрустит, слышите? Тарас Бульба здесь. Я про меня Тараса Бульба открыла. Этой книги там нет. Петербургские повести тоже. Так. Ну, получается, у нас здесь «Вечера на хуторе Близди Каньки» полные. То есть все произведения. Там только несколько произведений. А «Мир и город» тоже есть. И «Петербургские повести» тоже, я так понимаю, все. Так. Интересно, где у нас здесь будет оглавление. Вот эти книги я заказывала из «Мертвых душ» и «Ревизора», получается. Потому что все остальное есть в полном объеме вот в этой книге. Здесь у нас как раз-таки «Вечера на хуторе Близди Каньки» полностью. А здесь только два произведения из этого цикла. Потом «Мир и город» здесь тоже полностью. Там только несколько произведений. А так. И «Петербургские повести» получается здесь тоже в полном объеме. А здесь не в полном объеме. Полные у нас как бы здесь «Вечера на хуторе» «Мир и город» и «Петербургские повести». А здесь у нас это все по несколько книг из вот этих вот циклов. Поэтому я не знаю, буду ли я оставлять себе вот это, хотя мне очень понравилось оформление. Но по сути мне нужна здесь только вот эта одна книга, а вот эта вторая не очень нужна. Вот здесь только «Женитьба» есть, которой нет в той книге. И «Женитьбу» мне даже в моем читать не надо. Вот. В принципе, по качеству книги мне нравится, но вот есть вот это вот слишком большое переплетение. Здесь полные циклы, а здесь как бы не очень полные. Оставить одну книгу из двух не получится. Вот. Возможно, я оставлю себе две, потому что я очень люблю книги, да, в печатном виде. Но на самом деле можно было, наверное, сразу это все сильнее сопоставить. И, наверное, «Мертвые души», просто «Ревизора» с «Женитьбой» найти в отдельных книгах и купить их. Было бы, я думаю, дешевле, но, наверное, не так красиво это все было бы. Вот. А, конечно, мне очень нравятся книги. Они классные, тяжеленькие такие. А это, конечно, не те книги, которые можно брать с собой в дорогу, например, чтобы почитать, когда я, например, еду в транспорте. В таком случае придется читать все равно с телефона. Но мне кажется, что вот такие книги большие, они все равно должны быть. И они как-то вот это такое умиротворение. Ты можешь взять и вечером посидеть с красивой книгой, с чашечкой кофе, чая. Вот. То есть вот такие книги создают атмосферу, а если нужна более мобильная версия, то это или телефон мобильный, да, или, конечно же, какое-то тонкое издание, чаще всего мягкое. И чтобы там были отдельные какие-то произведения, а не вот так целые сборники. Сборник не потаскаешь с собой особо. Своим обновкам я рада. Если вам понравились книги, то ссылки на них я оставлю в описании. Я брала их на Яндекс.Маркете. Единственное, что пришли они мне в разные дни, то есть это раньше, это позже пришло. И пришлось два раза ходить в пункт выдачи и забирать их. Поскольку, если бы это был один заказ, то получилось бы курьера взять бесплатного. Но поскольку они были с доставками в разные дни, то или два раза курьер ко мне бы приезжал, или два раза сходить. Поскольку у меня пункт выдачи не очень далеко, да, там через две остановки, я решила, что я не буду платить 300 рублей за то, чтобы там ко мне курьер два раза приехал, а я лучше прогуляюсь и заберу книги сама. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok